Здравствуйте, уважаемые зрители телеканала СГУ-ТВ. Мы продолжаем рассказы о находках археологов в пустыне Каракум. У нас в студии антрополог, доктор исторических наук Надежда Анатольевна Дубова и археолог, доктор исторических наук Виктор Иванович Цирианиди. Итак, в прошлый раз мы остановились на колесах. Какие колеса были обнаружены в раскопках в Каракумах, в том месте, где была якобы страна Маргуш. Ну, мы идем дальше. Вот здесь у нас опять же дворец. Это западный фаз между дворцом и оборонительной стеной, куда вот каре, четырехугольное каре, куда был внутрь вписан дворец. Вот в этом каре они поместили свои священные храмы. В частности, вот это вот мы назвали западную часть храмом приношения. Это какая? Где вот? Слева или справа? Слева. Слева. И с юга. Слева и снизу. Ну, да. Ага. Да. Храм приношений. Думается мне, что они здесь... Тут было найдено очень много сложных двухкамерных печей. Дело в том, что... Может, мастерские были? Нет, нет, нет. Дело в том, что эти люди, они боялись осквернить землю огнем. Ага. И огонь. Землю и огонь боялись осквернить. И огонь, да. Поэтому... Все святое. Но им нужно было жертвоприношение и парнатит. А значит, нужно жарное мясо. И там, пищу какую-то. Поэтому они внутри печки построили перегородку невысокую, чтобы огонь ударялся в эту стенку и не проходил в камеру обжига, где стояло кровавое мясо. А это кровавое мясо нежелательно было совсем, чтобы оно напрямую соприказалось с огнем. Вот эти вот... Вот только такие печи были найдены на этом памятнике. На Газуре найдены практически только этого типа печи. И для больших жертвоприношений в виде грушевидной печи они строили. Там тоже была поперечная стенка, и в ней были круглые отверстия. Огонь через отверстия, жар. Через ответ попадал в эту камеру. Вот здесь хорошо видно такая двухкамерная печь, вот где метр стоит. Вот где метр. Да. А круглые залы, это что? Сейчас я вам скажу. Значит, вот это вот алтар, круглый алтарь. Который ближе к нам. Ближе к нам. Его размеры 7 метров. Диаметр. Диаметр. Значит, 7 метров. Значит, совсем другого типа, чем они будут потом. Помните, более позднее, там, сационистское, в античное время. Алтари были маленькие, малюченькие. А здесь вот такие. Причем они были, по-видимому, открытые. Сверху они не были перекрыты. Сбоку у них, вот, была такая культовая печь, где они сжигали недрова. Мы сразу обратили внимание, что там, в топке, среди сожженных дровичек, там совсем другая структура, чем в обычных пятиях. Там сжигали траву, в том числе, наверное, ароматную траву. Потому что во Весе написано, что боги удовлетворяются не только жертвам мясом, но и только запахом. Так что, вот, возможно, в них горели ароматные травы. С другой стороны, с южной стороны, с южного фаза, тоже была печка, но она уже почему-то была в комнате. Чтобы тепло было. Нет, совсем другими целями. Это тоже круглый алтарь. Тоже туда есть вход, так что туда заходи. В алтарь. Да. В чем-то дело, что здесь не около алтаря люди стояли, а, видимо, они входили внутрь алтаря. Ну, и там приносили уже... А там печка была, вот эта печка. Да. Мы же ее носили. Но тут же, вот, Виктор Иванович с... А эту уже в царских погребениях мы раскапываем мозаику цветную. Типичное древне-восточного типа. Изображение. А? Изображение восточное. Да, изображение. Это крылатые животные, которые находятся в противоборствующей позиции. Они борются между собой. Видимо, какие-то из них изображают добро, а какие-то... Какие-то зло. Ну, вот. Вот это вот реконструкция таких... Это грифон? Крылатых. Ну, назовите их грифон. Ну, да. Ну, пусть грифон. Ну, вы знаете, мне хотелось подчеркнуть еще вот что. Что действительно мотивы, сюжеты, вот, изображения, конечно, ближневосточные. И люди вообще маломальские, знакомые вот с культурой, они сразу говорят про то, что вот очень похожи на месопотами. Но весь интерес этих мозаик состоит в том, что на Гануре они найдены впервые. У нас для этих всех погребений есть точные даты. Виктор Иванович с самого начала предположил, что это очень ранние царские могилы, что они относятся к концу третьего тысячелетия. Ну, да. Сосуды, которые там были, они явно ранние. Может быть, даже где-то конец третьего тысячелетия они относятся. Но мы не можем точно сказать. Где-то, чтобы не ошибаться, скажем, на рубеже третьего и второго тысячелетия. В конце третьего, в начале второго. Но кроме керамики у нас уже есть из этих же могил образцы угля, есть абсолютно точные углеродные даты, которые подтверждают вот такую относительную хронологию. То есть в это время ни в Месопотамии, ни в Египте, ни в одном из центров, так сказать, признанных центров древнего мира не было мозаик такого рода. Там были только геометрические... Там были геометрические рисунки. Заморфов? Треугольники, треугольники. Не было. Не было. Так что... А здесь заморфов. И больше того, здесь применён очень специфический метод, который раньше нигде не встречался. Это не значит, что его нет. Может быть, просто ещё не нашли. Но здесь очень тесно переплетаются элементы живописи и мозаики. Применяются только органические красители. Вот даже на том же грифоне великолепный совершенно красный цвет. Это прям типичная киноварь такая. Чёрная – это, конечно, связано с углём. Белый камень. И вот они сначала резображение какое-то делали на основе, а затем какие-то фрагменты вставляли вот из этих каменные. Они все из камня сделаны. Ну, мы не хотим сказать, что мы во всём первооткрывателе. Мы допускаем, что где-нибудь в Валалахе, в Сирии там вот тоже были заморфные, антропоморфные. Их просто сейчас ещё не нашли. Ну, найдут. Ну, найдут. А может быть и нет. Может быть, туркменская земля способствовала тому, чтобы здесь раньше проявилась, чем в Валалахе. Но они принесли с собой, конечно. Ну, вот это орлы или... Нет, это соколы. Как нам объяснили. Да. Они коротконосые. Видите, вот клюв говорит, что это орёл. А короткие, тупые такие вот клювы, короткие – это сокол. Так что... И биологи, которым мы показывали вот эти фотографии, они сказали, что здесь вот при изготовлении их головок настолько точно переданы видовые характеристики, что можно достаточно точно сказать вид этого сокола биологический. То есть они их видели не только вот в природе и как бы, да, в небе на них смотрели, они их, по всей видимости, держали рукав, что может предполагать, что у них было... Так они сжали свои лапы. Да, коготки поджали. Да, да, да. Ну вот... То есть мастера были, конечно, великолепные совершенно. Мастера, да. А вот мастерство, вот видите эти топоры. А почему топор с глазиком? Что вы видите? Никто не знает. Они только знали. Что вы видите противника. Нет, нет, они только знали. Может быть... Всевидящее око. Но там всегда на обухе глаз. Причем, по-моему, человеческий глаз. Ну, похоже, да. Похоже, да. Эти тоже вот... Но это не боевые ни в коем случае топоры. Нет, нет, они не заостренные. Угу. Не заостренные, там у них втулка такая наклонная, то есть что это совершенно... Да, 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 нет. Топорадные. Вот это вот тоже в могиле было найдено. Тоже топорик. Причем совмещает петуха и рыбу, хвост рыбы с петухом, да. Здесь какая-то пантера или кто? Пантера преследует козла. Ага. Да. Козла по зелоборазии. Это великолепно, наконец-то. А вот это вот? Она сейчас в Метрополитен-музее. Вот это вот? Да. Это какой-то драконоборец с орлиными головами? Вы знаете, сами скажите. Да. Крылатые зверь здесь, там кабан. Кабан символ войны. Кабан символ войны. И хозяин животного мира, двуглавый орлиными головами. Предок двуглавого орла. Предок двуглавого орла. Ну, может быть, да. Может быть. Вот. Но мы идем дальше, и опять круглые залы, круглые алтари. Ну, это уже другой храм Тагалок-21. Вот это? Да. То есть, вот я вам показал. Примерно на тысячу лет, по нашему определению, тот алтар круглый тоже, и это круглый. Да. Но здесь тоже, это был не алтарь вечного огня. Нет. Те были прямоугодные. А это круглый. Все время горел огонь. И когда мы его вскрыли, вот покажи сюда, там под ним, внизу, были закопаны по пять пифов. Он был поделен на четыре части. Вот следующая фотография, Танислав Федорович. Понимаешь? Нет, здесь кельи. Здесь кельи. Нет, это храм огня на Гануре. Вот это храм огня? Да, это храм огня. Вот там было три друг на друге, три храма. Вот это вот третий храм. Это дворец. Вот, ну вот, вот это, опять эти кельи, вот это то, где... Никто не знает. Жили там или что? Они только у нас, они в Хедском царстве есть, в Малой Азии. Вот такие же? Да. Но очень толстая стена. Ничего мне не придумали, как сказать, что отграничивало грешный мир от святого. Вот так. Ну, это одно из предположений. То есть очень много всяких загадок. Но сейчас точно можно сказать, что они были ритуальные. Вот эти вот кельи. Вот эти, да, кельи. Они во всех храмах есть. Только. Во всех храмах. Хотя бы маленькие, в каком-нибудь отдельном уголочке, но есть вот несколько, там, 3-4 таких кельи. Или вдоль стены. Во дворцах? Во всех храмах Востока, да? Вот Бактрийско-Маргианского археологического комплекса, да, Виктор Иванович? А Бактрийско-Маргианский комплекс это вот такая культурная общность, которую выделил Виктор Иванович на обширной территории. Это территории Ирана, южные районы Туркменистана современного, Узбекистана, Таджикистана, Северный Афганистан и фактически даже Пакистан, наверное, да? Вот долина Свата туда же попадает. Распространение очень сходных предметов культуры, видимо, по изображениям можно судить, и духовные ценности были одинаковые. Да, ну вот у нас. Это та самая обводная стена, которая ограничивает вот справа от нас. Но она не очень тонкая вообще-то. Метр один. Ну, метр. Метр, все. Справа это вот сам дворцово-храмовый комплекс Ганура, а слева это вот другой окружающий его мир. То есть она, скорее всего, ограничительна вот такого, не оборонительна уж во всяком случае. Чтобы не смешивать социальные группы. Нет, здесь не социальные, здесь святое и... Грешное и грешное, да. Внутри святое, снаружи грешное. Кстати сказать, вот мы говорили про кладбище, про большое, про некрополь. Он тоже очень символически расположен. Весь комплекс Ганура, он расположен на правом берегу, а он на левом, весь некрополь. Потом он разрос и с течением времени, когда Мургап усох, а это все было в Дельте Мургаба расположено. Вот это все как бы срослось в единое такое. Но первоначально он был за водой вот этого святого места. Надежда Анатольевна, а вот среди массы находок, которые сделаны, вот очень много такой вот какой-то мелкой пластики, коробочки, какие-то цветочки, какие-то вот сосудики. Это пудреница. Ну, это пудреница можно условно назвать. Ну, не пепельница. Она называется, знаете, вообще сосуд в форме почки. Дело в том, что... Ну, форма почки, действительно. Да, почка, ну, вот и сейчас есть же гадания там на внутренностях барана, на внутренностях птиц гадают. И форма почки, форма печени, там, конструкция их, очень большое значение играет в предсказаниях. Вот это одно из древних как бы подтверждений вот таких же взглядов, что вот сосуд, который использовался в каких-то ритуалах, может быть, и в косметике, потому что там это все очень тесно перепиталось в древности. Ага, вот коробочки какие-то. Это Индия. Да. Ну, это... У нас там есть в могилах обычно... Это опять вернемся сюда. Это что, такие модницы были в Маргуте? Нет, это растение называется пипал. Так. Типично индийское растение. Да. Вот здесь эти... Коробочки. Эти... Нарисованные. Баночки? Нет, это... А там нарисовано сердечки. Нарисовано листья пипала. Вот это. Да. Они обожатываются. Это индийское влияние. Ага. Ну, Виктор Иванович, я так понимаю, Станислав Леонидович, что его интересует косметическая составляющая, что кроме этих баночек... А, нет, ну косметическая какая, что модницы были в стране, в Маргуш. Видите, как следили, да? Да, там, причём не только женщины. Мы нашли очень много таких флакончиков, так называемые косметические флаконы. Они есть и каменные, и бронзовые, и фаянсовые, и глиняные, просто очень простенькие. И в них часто бывают воткнутые, очень красивые такие, похожие на булавочки, но бронзовые стерженьки. Навершие очень красивые, с козликами бывает, очень такое тонкое искусство. А завершение у них не острое, которое вот использовалось для закалывания волос, а как такая капелька. И вот её, как бы, Виктор Иванович интерпретирует... Нет, это вот всё изделие, что это как раз... Да, я считаю, что это... Косметические палочки. Да, палочки косметические или аппликаторы, которые позволяют... Подвести глаза, да, да. Подвести глаза, да. Поковырять в ухи. Нет, они придавали внешнему виду очень большое значение. Мы видим, как тщательно уложены волосы, как они переплетают, перекрывают друг друга косички. Так что они красоте придавали большую значение. Но самое интересное, что не только женщины, но и мужчины. Потому что у мужчин в погребениях тоже мы находим такие же косметические флаконы и такие же аппликаторы. То есть, по всей видимости, может, боевую раскраску. Мужчины наносили, а не просто... Как индейцы. Как индейцы. Да. Ну, хорошо. Вот, это храм Тогалок. Храм Тогалок 21. Да. Храм Тогалок. Наверху реконструкция. 125 на 125 метров. Виктор Иванович, 125 на 125. То есть, мельче там храмов вы не нашли, да? Нет, нашел. Нашел. Есть, есть. 36 метров. Всего на всех. Да. Вот, а этот... Но большинство большие, монументальные. Да. Огромные. Вот. Ну, вот, вот здесь что? Вот общий вид храма наверху мы видим. Он сплошная глухая стена. Там внутри все происходило, да? Да. Вот. А внутри у нас вот такой вот есть уголок. Ну, это в другом памятник. Ну, тогда выходили. Ну, уже другой. Ну, как в мрамовой постройке, да. То же самое, да? Это вот тут у них хранится хаума. Нет, изготавливали они. Или это изготавливали. Изготавливали. Это мастера, да? Да. Ну, это так называемые белые комнаты. Вот подчеркивала особенность этих комнат, что и пол, и стены были обмазаны очень тщательно белой штукатуркой, гипсовой, скорее всего. Там вот есть специальные... В обычных комнатах хумы, они просто в землю вмазаны. А здесь они, вот как видно на фотографии, сделан специальный подиум. Половина, да. И они вмазаны в него. И на Гануре мы во многих помещениях находим. Там белой обмазки не сохранилось, может, она и была, но вот такие подиумы мы находили. А вот это тот самый алтарь. Вот я говорил, в этом алтаре мы, когда ее вскрыли пол, опустили с ними, там вот пифизы такие, огромные пифизы. Все они перевернуты устьем вниз. Зачем? Что-то такое непонятно. Может, помыли и поставили сушить? Нет, они внутри были покрыты как будто сажей. Черное что-то такое, как будто сажей. Ну, почистили сажей или что-то там сожгли, поставили, нет? Но вот это в этом алтаре, Виктор Иванович, вот Вы нашли такую жирную корочку, которая позволила восстановить... Да, вот здесь мы нашли то, что они в жертву приносили. Огню. Я же говорил, что это не вечный огонь, а округлый для жертвоприношения. Так вот, жертвоприношения у зарослейцев, это были жирные жидкости, растопленное масло, молоко и так далее. И которое в последний период стекало к центру, а там был отчажок. Это жирные масла стекали, огонь спихивал ярче, ярче горел. И они считали, что хорошо... Ну да, у них бензина не было, они пользовались маслами какими-то. Да, на среднем богу. Но главное, что боги приняли жертву, если огонь загорелся ярко, значит... Значит, все в порядке, можно... Ну, это в другом храме тоже. Ну, это то же самое, вот эти вот три круглых отверстия. Теменос, это... На Гануре, вот в Теменосе, потом на других фасах мы тоже находили вот такие вот подиумы, куда на глубине вмазаны глиняные чашечки. А в некоторых даже почему-то лежали крупные... кости крупных животных. Коров, там, верблюдов. Жертвы. Ну, вот странно, как-то они принесены, эти кусок, кусок, один фрагмент вот только. Да, ну и вот... Архитекторы так сделали, что ли? Как архитекторы прочитали ваши материалы раскопочные. Вы знаете, мне есть что хотелось добавить, вот то, что здесь, к сожалению, не отражено, но будем считать, что это бытовой такой, обычный день. А вот в середине дворец, обнесённый одной кремлёвской стеной, и вот там вы видите два ряда стен, вот первый ряд стен, которые вокруг дворца, в каждой из башен были сделаны очень сложные очаги типа каминов. Причём они настолько сложные, что для приготовления пищи не нужно такую сложную вещь громоздить. И вот как предположение, ну, высказано было, что в дни каких-то праздников, торжеств, они зажигали эти вот ритуальные двухкамерные очаги, они там даже не двух, а трёхкамерные бывают. И огонь вот из каждой трубы, ой, башни, восходил вверх, и это вот было очень такое красивое, наверное, зрелище. То есть в каждом... Ну, во всяком случае, это печи ритуальные. Не обед готовить. В конце концов, наверное, им приносили обеды. Ну вот ещё раз посмотрим на... Теменос, я жду. Да, на теменос. И вот видите, слева, слева эти... Опять кельи, да. Да, кельи, всё. Ну что ж, хорошо. Дальше в следующий раз будет рассказ о том, что происходило в других храмах и что там было найдено. А сейчас мы с вами прощаемся. До свидания. Не забудьте присоединиться к нам в следующей передаче. До свидания.